Почему самореализацию я ставлю на первое место? Почему я говорю об этом? Я думаю, вам хорошо известно, я думаю, сейчас нас смотрят многие руководители и топы и собственники своих бизнесов. Я думаю, вам хорошо известно то, как происходит управление бизнесом на сегодняшний день обычно. Оно состоит, обычно есть цель, жизнь наша наполнена постановкой задач для наших сотрудников, инструкций. Хорошо, если есть система инструкций, то есть то, что происходит на работе систематизировано, есть технология зарабатывания денег. Мы обычно мотивируем свой персонал разными способами, материально и нематериально, по-разному, и мы контролируем. Если это все есть и работает достаточно хорошо, бизнес, вы им управляете, может быть достаточно успешным. На что уходит основное время руководителя или сотрудника? В чем здесь я хочу как бы немножко сутрировать и показать отрицательную сторону. постановка задач, инструкции. Это то, что мы говорим сотруднику делать. Система инструкций. Мы должны хорошо, мы должны очень хорошо понимать, еще раз повторю, технологию движения. Я пытаюсь подобрать позитивные слова, они у меня не очень получаются. Давайте я расскажу, вот для того, чтобы выделить мысль, которую я сейчас хочу проговорить, что происходит в плохом бизнесе. Я думаю, что сейчас вы смотрящие свои бизнесы, у вас все замечательно, я очень рад этому. Если бы не было замечательно, я думаю, вряд ли вы нашли время и смотрели бы сейчас это видео. Как это происходит в не очень хороших бизнесах? Чаще всего руководитель говорит, что сотруднику делать. Не спрашивая ему, хочется ему, нравится, не нравится. И он заставляет его, так или иначе заставляет его делать. Включая мотивацию материальную или нематериальную. Что происходит? Происходит следующее. То есть вся жизнь руководителя или собственника превращается в контроль. Потому что там, где ты не проконтролировал прямую инструкцию, там не сработало. И если ты выдал четкую инструкцию, правильно и правильно проконтролировал, значит там сработало. Если ты выдал нечеткую инструкцию или не проконтролировал, там не сработало. А если не сработало, то все это, то, что не сработало, достается кому? Руководителю или собственнику. В результате руководитель или собственник делает что? Работает по 14 часов в состоянии полного изнеможения и полного контроля. И что делает руководитель с утра до вечера? Он занимается только контролем. И кто его сотрудники? Те самые балбесы, которые ничего не понимают и делают все не так. И кто я? Я тот, который затыкает все время дыры, потому что они везде, везде, везде возникают. А причина почему? Потому что я не всегда могу очень четко поставить задачу и дать четкую инструкцию. Я не всегда могу проработать систему инструкции, что этому я сказал, это делать это, этому сказал сделать это, этому сказал делать это. А если я вот этого не учел, то в конце пазл не сошелся, то есть что-то не сработало. То есть я не всегда могу выстроить систему инструкции по всем остальным сотрудникам. И тогда, если у меня еще должно быть время на то, чтобы их контролировать, потому что если я не проконтролировал, то там точно что-нибудь не так или в следующий раз не будет сделано. И вот в этом смысле, да, хорошо, если есть цели. Чаще целей нет. И вот это плюс-минус ситуация, которая есть в существующих бизнесах. Я специально сутрировал, показав, что причина, по которой руководитель или собственник работает по 14 часов и чувствует абсолютную усталость и ничего не успевает, заключается в том, потому что невозможно выдавать четкие инструкции, невозможно держать в голове систему инструкций, систему инструкций на все предприятие, невозможно контролировать всех. Невозможно. И какая альтернатива? И вот альтернатива предлагается следующим образом. Вместо цели, это дерево целей, мы будем сегодня про это говорить, постановка задач сводится к поддержке при поиске решения. Мы не говорим, что нужно делать. Мы обозначаем крупный результат, к которому должен стремиться сотрудник. И помогаем ему найти то самое решение, при котором он наилучшим образом этого результата может достичь. Система инструкций, это замена, это кодекс компании, саморегулирующая, содержащая в себе все регламентирующие документы, которые пишут сами сотрудники. И мы будем про это говорить, каким образом это работает. Мотивация, и вот это самое главное, самореализация. Представьте себе на секундочку, что каждый сотрудник в вашей компании очень четко и ясно понимает, как то, что он делает на работе, ведет его к тому, что является самым важным и самым главным в его жизни. Как вы думаете, нужно ли его будет мотивировать? Нет. Нужно ли его будет контролировать? В том смысле, который я говорил при директивном управлении? Нет. Но тогда во что превращается? Нужно ли вообще контролировать? Да, нужно. То есть контроль превращается в вашу благодарность за проделанную работу, ту или иную работу. Потому что он эту работу сделал и для вас в том числе. Итак, по большому счету это выбор. Ваш выбор. Я не хочу сказать, что директивное управление не работает. Директивное управление очень хорошо работает. Где? В армии. Однозначно и четко. Где? Там, где нужно быстро и четко принимать решения. Там, где нужно быстро и четко сделать прорыв. Там, где нужно сделать прорыв, либо срочно заделать какую-либо дыру. Это директивное управление, и это правильно. Цель, постановка задач, инструкция, мотивация, контроль. Но там, где вы создаете свое предприятие и планируете в нем быть, жить, существовать не один год, там, где вы планируете развиваться, там я предлагаю использовать систему бизнес-драйв или коучинговое управление. Итак, за вами выбор, во что вкладывать свои усилия. Либо в директивное управление, и это быстрый результат. Сказал, пошел, сделал. Либо вы создаете пространство для самореализации своих сотрудников. И это другие действия. Их надо сделать достаточно много, чтобы оно таким стало. Но тогда и отдача другая. Это получается устойчивый результат. Устойчивый. Абсолютно устойчивый результат. Потому что то, о чем мы говорим, мы говорим о саморазвивающемся, самообучающемся бизнесе. Ну что ж, как вам такая цель? Давайте посмотрим, как, с помощью каких инструментов реально можно этого достичь. Спасибо. 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 Спасибо.